Несмотря на то, что пятая Мурманская международная деловая неделя прошла под знаком развития Арктики, среди гостей были не только представители северных регионов. Мурманск посетил и полномочный министр посольства ЮАР в России. По его собственному признанию, представитель южноафриканского правительства наведался в столицу Заполярья для обмена опытом. Как сообщил Хенри Вильям Шорт, полномочный министр посольства ЮАР в России, в Мурманске побывать он хотел с детства. Познакомился с городом посол благодаря книгам. Он любил читать о британских конвоях времен Великой Отечественной. А Мурманская деловая неделя стала отличным поводом для визита. Эту неделю политик провел в экскурсиях по городу, однако при этом не забыл совместить приятное с полезным. Если вы посчитаете расстояние по морю от Мурманска до Кейптауна 9200 морских миль, то вы поймете, что мы почти соседи. Поэтому нас интересует идея сотрудничества между Южноафриканской провинцией и регионом в России. Такую возможность мы собираемся обсудить с региональным правительством этим утром. В первую очередь Южноафриканскую республику интересует возможность наладить контакты с российскими нефть- и газодобывающими корпорациями. Кроме того, по словам посла, полезным оказаться может обмен опытом в сферах морских технологий, кораблестроения, управления портами, аквакультуры и морской экологии. Мы отмечаем последние годы повышенный интерес к нашему региону и с каждым годом мы отмечаем, что к нам приезжают люди из самых разных стран. Кроме того, посол отметил, что было бы неплохо наладить и туристические контакты. Политик уточнил, что правительство Российской Федерации и Южной Африки ведут переговоры по введению безвизового режима для туристов. Россияне смогут пребывать в Южноафриканской республике без визы, так же, как и южноафриканцы в России, в течение 90 дней.